Привет, друзья! Сегодня мы берем интервью у директора Центра проектного взаимодействия, бизнеса и права Высшей школы экономики, управляющего партнера юридической фирмы ГРИЦ, партнера, кандидата юридических наук, доцента. Дим, привет! Слушай, Дим, смотри, первый вопрос, который бы я тебе хотел задать, что представь, что тебе в этом году надо поступать в университет на юридический факультет. Скажи, пожалуйста, по каким критериям ты бы выбирал университет для поступления? Я думаю, что выбор университета сильно зависит от целей поступающего. И, конечно же, это иллюзия, что люди в 17 лет могут ставить себе какие-то цели очень четкие, которые не будут изменяться в течение 4-6 или 10 лет. Но, коль уж задачка именно такая, что сейчас мне нужно поступать, то я бы шел за комьюнити и за сообщество. Я думаю, что вообще высшее учебное заведение прежде всего это взаимосвязь со своими сокурсниками, выпускниками. И я думаю, что это про построение сообщества профессионального прежде всего. И поэтому я бы искал то сообщество, которое мне было интересно. Ну, то есть, если бы я сегодня прям находился, то я бы шел на факультет права в высшую школу экономики, потому что считаю, что сообщество преподавателей и людей, которые там учатся, мне просто по моим ценностям ближе, чем какие-то другие юрфаки. Ну, смотри, Тим, туда же все равно все не поступят, правильно? То есть юрфаков у нас огромное количество в стране. А вот по каким критериям выбирать? Вот на что надо смотреть? Первое, вот ты сказал, сообщество, еще что? Я думаю, что нужно смотреть на преподавательский состав, который является некоторым транслятором позиции. Позиции, ценностей и прочего. Благо сейчас социальные сети позволяют это делать. И можно и в Самарском, Саратовском, или Дальневосточном, или Казахском, Федеральном найти себе людей, на которых ты хочешь похож, или по крайней мере, которых ты хочешь слушать, и которые тебе интересны. И если этот преподаватель находится вот в этом университете, я бы шел на преподавателя или на преподавателей за какими-то ценностями. То есть я бы посмотрел вот твой YouTube-канал и подумал, что нужно учиться ему, потому что там есть люди, чьи ценности мне созвучны, по крайней мере, так. Поэтому второе, на что бы я смотрел, это на преподавателей, их активность в социальных сетях и те мысли и идеи, которые они транслируют в общественное пространство. Третье, на что я бы, наверное, обращал внимание, это насколько работодатели, ну, такая информация на самом деле тоже есть, насколько работодатели взаимодействуют с теми или иными вузами. То есть есть вузы, которые вокруг себя создают много практикоориентированного контента за счет практикующих юристов, и ты смотришь, ты заходишь в паблики там ВКонтакте, например, или в Инстаграм, и смотришь, как часто выступают практики в том или ином вузе, и смотришь, что вот много практиков работодатели приходят вот в такие-то вузы и делают там свои мастер-классы. Это твоя будущая возможность познакомиться с этими работодателями, попасть к ним на стажировку, ну, а дальше работать с ними, если они, опять же, тебе симпатичны по своим каким-то взглядам. На что бы я ни смотрел, это формально заявленный контент, то есть это какие-то учебные программы, это там, я не знаю, инновационная юриспруденция, вот словосочетание, как бы, созданное из штампов. И, конечно же, на такое не нужно покупаться, потому что нужно прежде всего смотреть, кто эту инновационную юриспруденцию читает, и если эти люди очень заслуженные, но при этом они слово инновационное не могут произнести, то, скорее всего, они не смогут читать инновационную юриспруденцию ввиду своей неинновационности просто по собственному культурному коду. Ну, они просто возрастные, например, и они уже, ну, со всем уважением к возрастным преподавателям, как осуществлять право регулирования смарт-контрактов, просто порассуждать на эту тему у них уже не получается. Поэтому вот за названием контента, за программами я бы не шел. С моей точки зрения, очень много контента сейчас открытого в Ютубе, есть много разных хороших книг, которые можно почитать, и для этого не идти в ВУЗ. Мне кажется, что нужно идти за наставниками, за работодателями, за комьюнити. Смотри, тогда раз про преподавателя заговорили, каким должен быть современный преподаватель юрфака, помимо того, что ты перечислил. Потому что я помню свои студенческие годы, у нас были либо реально классные преподы, которым тебе хотелось идти и слушать их, либо, например, как ты сказал, возрастные, которых невозможно уже было слушать, либо молодые, которые ничего не знали, тоже не могли донести. Вот какая модель идеального препода сейчас? Я понимаю, что ты про свой опыт рассказывал, но я не готов согласиться, что возрастной является синонимом того, что он не может, что он не классный. То есть у меня был, правда, на моем первом образовании техническом просто превосходный преподаватель, который был очень возрастной, но его чувство юмора, его динамика, его взаимодействие, его коммуникация была настолько превосходной, что это было просто выше всяческих похвал. И говоря о том, какими качествами должен обладать преподаватель, с моей точки зрения, это, ну так, сейчас мне на ум быстро приходят два, две мысли. Это любить предмет, любить предметную область и любить людей. Вот если есть такое сочетание того, что человек любит свою предметную область и вот эту экспертную область, и он из-за того, что он ее любит, то на самом деле у него знания, скорее всего, актуальны, потому что она его увлекает, интересует, и он поэтому дает актуальные знания, а не рассказывает на трудовом праве, что существует все еще гзот, и вообще зря его отменили, этот гзот, этот трудовой кодекс вообще ерунда полная, то, конечно же, вот эти ностальгические умозаключения ни к чему интересному не приводят на занятиях. А любить людей, то есть, ну, представим, что есть классный, классный специалист, обожает право, но он, ну, не доносит до студентов или до слушателей на языке, который им был бы понятен. То есть он, как бы, любя людей, ты начинаешь рассказывать им на их языке. И это не заискивание, это искреннее уважение и желание донести свою мысль. Я объясню пример. Я, будучи деканом в университете Минни-Кутафина, у меня была лекция, меня попросили на «Россия студенческая», это большой такой конкурс, меня попросили рассказать секреты успеха мои. Я говорю, ребята, у меня нет никаких секретов успеха, это, не знаю, везение плюс там что-нибудь еще. Они говорят, ну, расскажите, расскажите. И я подумал, что если, ну, как бы, у меня правда, это не лукавство, а не какое-то такое искусственное. В общем, у меня, правда, нет особо никаких секретов. Но я подумал, как я с этой аудиторией могу разговаривать на одном языке. И в итоге родилась лекция, которая звучит так. «Секреты успеха декана по мотивам произведения Касты, Басты, Макса, Коржан, но ни в коем случае не монеточки». И я сказал, что, ну, в своем выступлении, что в целом-то у меня секретов нет, и эти секреты звучат в тех треках, которые вы слушаете каждый день. И нам только нужно научиться их слушать и слышать. И я вставлял кусочки вырезанные там, я не знаю, у Макса Коржа есть трек «Сидеть без понту дома с юридическим дипломом». Я подумал, блин, если Макс Корж читает про юридический диплом, это точно нужно вставить. Ну, и дальше я останавливаю и говорю, теория мертва без практики. Нужно обязательно работать. Да, ну, и я как бы вот из этой мысли, пускай вырвана из контекста, дальше транслирую то, что я хотел бы донести до студентов. И эта лекция просто, она была там на тысячу студентов, и она так зашла, что зал пел. Я нажимал паузу на треке, там у Касты есть «Все ништяк». И там пауза, и я хотел сказать, что все хорошо, но зал продолжил «Вокруг шум, пусть так некие пишут». И это, ну, и на самом деле эти мысли у них остались. То есть не то, чтобы они просто поразвлекались. Они дальше говорят «Слушайте, я просто записал, переписал, я переслушал». Понимаете, вот когда ты так к слушателю относишься, ты любишь его, любишь людей и уважаешь одновременно. И поэтому я думаю, что это важное качество у преподавателя. И с помощью него ты можешь донести свою мысль. И дальше уже, на вот эти два качества, любить предметные области, любить людей, ты можешь настраивать, надстраивать инструментарий. Ты можешь дальше говорить про андрогогику, как науку обучения взрослых, что я считаю, что вообще говоря, студентов не надо учить по педагогике. Студенты не как школьники, они не являются объектом образования. Мы не учим студентов. Студенты сами учатся, они субъекты образования, они субъекты образовательного процесса. И в целом вот такой мой посыл, он находит в отвлеку студентов. И раньше в университете Миньекута, сейчас я там не работаю, а ныне в Высшей школе экономики студенты вроде бы позитивно откликаются от моих лекций или семинаров. Слушай, скажи, пожалуйста, а каких компетенций сейчас не хватает выпускникам юридического факультета? Я думаю, что это очень индивидуальная картинка. То есть мы сейчас будем говорить про типа средняя температура по больнице 36,6, но просто у кого-то 40, а у кого-то 32. То есть я полагаю, что есть стереотипные ощущения, и об этом тоже нужно задуматься студенту, что не хватает софт-скиллов, как будто бы не хватает коммуникативных навыков, работы в команде, критического мышления, креативного мышления, поиска идей, а не поиска ограничений, потому что юридическая деформация, и в целом многие преподаватели, не все, они все равно учат про то, как нельзя, а нужно учить про то, как найти как можно, причем законно, и это не про уловки и нарушения закона, а это про здравое толкование норм права в их системном понимании. И это с одной стороны. С другой стороны, есть много работодателей, которые говорят, они не умеют просто элементарной практики, то есть это legal writing, это юридическое письмо, составление документов, выстраивание судебной позиции, подготовка позиции переговорной, например, если это там, или какие-нибудь корпоративные документы, если это in-house юрист. То есть есть вот вторая составляющая, ну и есть как бы третий фундамент, который как будто бы мы говорим, что фундамент мы научились делать, это там фундаментальное понимание права, теория права и так далее. На самом деле там тоже есть много вопросов, насколько в действительности студенты у нас хорошо знают эту теорию права, но как будто бы сейчас стереотипно, мы считаем, что вузы это умеют, третья составляющая, а вот первые две не умеют. Я думаю, что в разных вузах по-разному, пока я, например, руководил институтом бизнес-права, мне показалось, по крайней мере, что я передавил с практикой ориентированными, я очень много звал работодателей и практиков, и я уже в определенный момент подумал, что, блин, чуть не хватает теории, конечно, не хватает фундамента. Поэтому я думаю, что это зависит от конкретного менеджмента в конкретном образовательном учреждении или на отдельном факультете, институте. Слушай, а студент, выпускник вирфака должен уметь продать себя грамотно и поднять себе ценник во время переговоров и, в принципе, должен ли он уметь продавать? Ну, знаешь, это очень хороший вопрос, но у меня нет на него однозначного ответа, потому что я бы так сказал, если студент умеет себя презентовать и умеет себя упаковывать в некоторых маркетинговых смыслах, то в целом это хорошо. Точно так же, как и если он знает китайский. И точно так же, если он знает Python и умеет на нем программировать. И точно так же, если он знает теорию игр. И какой-нибудь... Он еще умеет работу с данными. И, короче, очень много. А еще было бы здорово, чтобы он в медицине разбирался, потому что если это биоправо, биотех, то там вообще другая штука. Я думаю, что это утопия, это какое-то слишком идеализированное состояние выпускника, которое мы хотим и говорим, он должен уметь все, он супер универсальный солдат. Я думаю, что так не будет. И именно для этого не нужно на это замахиваться, потому что иначе тогда каждый выпускник, если мы ему распишем, что он все должен уметь, что я умею в 33-м, то, скорее всего, мы вырастим очень комплексующее поколение людей, которые не будут начинать со старта, потому что будут понимать, что они супер глубоко позади. Нужно реалистично сказать, вот я, например, был выпускником таким, что я не умел составлять документы и не умел там ничего делать фактически. Но, вернее так, я не выпускником, наверное, я на втором, по-моему, курсе пошел работать. Вот в момент, когда я начал работать, я вообще ничего не умел. Я там занимался тем, что описывал книги и составлял какой-то библиосписок этот, библиографический, в юридической фирме, а потом мне давали уже какие-то задачи. Но признать, что ты ничего не умеешь и перестать пускать пыль в глаза, а сказать просто как открытый лист, сказать, что я правда ничего не умею, я как бы готов учиться, готов, я не знаю, зарабатывать мало или не зарабатывать вовсе, но как бы получать от вас опыт, а потом быть благодарным учеником, я думаю, что это важная штука. А если ты ничего не умеешь, то почему ты пять лет учился? Ну, ты приходишь к работодателю, говоришь, я ничего не умею, но у меня есть корочка, да, четыре года отучился, плюс два года в магистратуре, шесть лет, но ничего не умею. Ну, если ты через шесть лет говоришь, что ты ничего не умеешь, есть вопросики, я полагаю, к твоему обучению и к твоей усидчивости. Я вот сказал, через два года, мне тоже могли бы, в принципе, сказать, вот ты два года учился, как-то ты ничего не умеешь. Ведь два года, можно же сказать, ты месяц учился, как-то ты ничего не умеешь, да? Это же вопрос масштаба. Ну, окей, ну, кто-то так скажет, а кто-то скажет, хорошо, я готов сейчас вложить в тебя время. И я просто вначале, когда работал, чтобы ты понимал, не то, чтобы мне не платили, я платил, чтобы числиться в коллегии адвокатов. Они говорят, хочешь официально числиться? Вот, плати столько денег, сколько мы за тебя отчисления будем отправлять. И я вот эти, там, 12 или 16 тысяч в месяц платил за себя, при том, что я одновременно работал там в образовательной компании для школьников и преподавал школьникам, там зарабатывал деньги и относил в юридическую контору, где получал опыт и, собственно, ну, как бы платил за то, что я там числюсь, чтобы шел стаж, потому что я хотел быть адвокатом. И это было мое не первое место работы. То есть до этого в юридической фирме я был там юристом, и я там получал какую-то зарплату. То есть это, мне кажется, в моей картинке мира. Я сейчас как работодатель так не делаю, но когда я тогда был, мне кажется, что это нормально. Я думаю, что вообще я такую модель для себя разыгрываю, что вот есть сосуды, они когда, ну, когда кто-то приходит кому-то работать, они становятся сообщающимися. И если вот из сосуда сотрудник переливается какая-то ценность в компанию, то важно, компания должна платить этому сотруднику. Но если настолько там пустовато, что только из компании переливается в сотрудника, то есть он учится фактически, реально, мне не хочется их унизить, но, ну, правда, есть люди, которые приходят и говорят, я умею, например, составлять исковое заявление. Ты говоришь, хорошо, ты говоришь, составь исковое заявление, не знаю, прям, ну, типа, о расторжении брака, например. Ну, и там столько ошибок, что 131-132 статья Гражданского процессуального кодекса просто навзрыть рыдает, а не смотрят в это исковое заявление и, как бы, такой глаз трясется там. Если такое. Ну, не умеет человек. Юридическая карьера когда начинается? Можно ли вот на первом-втором курсе говорить о том, что я начинаю юридическую карьеру? Или надо дождаться, когда выпустишься с университета и сможешь все время этому посвящать? Нет, нет, мне кажется, что первый вариант возможен. Я думаю, что, ну, все по-разному говорят, что вот идите там поработайте на кого-то, посмотрите или еще что-то. Ну, слушайте, ну, такая гипотеза есть на рынке, но мы можем же поговорить о другой гипотезе. Например, а что, если человек пойдет, поработает куда-то вообще не в юридическую фирму, а, например, не знаю, в компанию BBDO, в маркетинговое агентство. И там поработает, пускай может быть юридическая функция, может быть делопроизводителем, может быть администратором, может быть менеджером, одновременно будет учиться на юриста. А потом на третьем или на втором курсе возьмет и откроет махоньку свою практику, но с принципами не юридической фирмы, которые вот закостенелые и разные, а с другим вообще взглядом. И это на самом деле гипотеза вполне себе жизнеспособна, как мне кажется. Потому что я создаю, например, свою юридическую фирму и там адвокатское бюро сейчас на принципах, как бы на принципах очень высокого сервиса. Потому что мы говорим, что мы не оказываем юридические услуги, мы заботимся с применением юридических знаний. И вот это наш загон, можно сказать. Но это произошло из-за того, что я не очень долго варился в юридическом сообществе. Я не знаю, как принято. И я строил так, как мне хотелось. И сейчас предприниматели, мы компания, мы бюро, которое работает с предпринимателем, мы защищаем интересы предпринимателей. И тот бизнес, который к нам приходит, и кого мы защищаем, они говорят, блин, ребята, вы вообще супер чокнутые, это очень круто. Но это только потому, что я просто не смог, в смысле, я не деформировался со временем получения своей практики, во время обучения, все такое. Поэтому здесь нет правильного алгоритма. И я думаю, что если у кого-то есть смелость, отвага, и чуть-чуть слабоумие пойти на первом курсе и открывать свою юридическую практику, то это тоже ок. Это круто. И вообще я обожаю студентов, и есть, ну, у меня есть знакомые студенты, которые там на втором, на третьем курсе говорят, а мы пилим стартап, автоматизацию договоров, что-то там, мы вот ознакомливаемся с материалами дела, хотите там, вот все такие штуки. Судоход, ребята, они же, это же студенты, по-моему, магистранты. Это компания, которая вот тоже, такая бесплатная реклама ребятам, которые оказывают услуги, ознакомление с материалами дела по всей России. То есть у тебя есть дело, и тебе не лететь самому, они делают и делают. Ну вот, это же тоже студенты сделали, если я не ошибаюсь. И, да, красавцы, круто это, молодцы, ничего, не надо никого слушать, нужно просто идти делать и вообще дезраптить всю эту систему устоявшихся белых воротничков. Это правильно. Скажи, пожалуйста, когда студент должен выбирать свою специализацию? Слушай, с настолько быстро меняющимся миром и взаимоотношениями внутри людей. И я думаю, я думаю, что адекватный юрист раза три поменяет ее просто за свою профессиональную жизнь, уже устоявшуюся. Я сегодня разговаривал с человеком, которая вместе со своей компанией создает первую цифровую звезду. Это аватар в 3D нарисованный, у которой есть инста и которая будет вести программы и шоу и там и все такое на канале ТНТ. Поэтому, слушай, ну и как бы мы с ней разговариваем, она говорит, я вот думаю, нужно открыть парикмахерскую для аватаров, потому что динамика движения волос, короче, ну, нужен профессиональный парикмахер или стилист или как-то там грувер, как-то там они называются. Который правильно, ну, как бы правильную прическу придаст для того, чтобы в динамике у аватара было все красиво. То есть, прикинь, а дальше ты такой, а что если нужно создать, нужно создать договор оказания услуг в виде публичной оферты для аватаров, которые приходят в вот эту парикмахерскую? А что если дальше мы будем оценивать качественные или некачественные услуги? Кто там будет вообще субъектом права? В общем, и это только вторник, или чего сегодня уже? Вторник, да? Да, и это только вторник. Поэтому, да. Дим, смотри, мы недавно снимали интервью, большое интервью с приглашенным экспертом, который сейчас создает искусственный интеллект в области респруденции. К сожалению, он рассказал столько подводных камней, что нам просто не разрешили это интервью выкладывать в открытый доступ на YouTube. но какой вывод я для себя сделал, что искусственный интеллект в ближайшие 5-10 лет он уничтожит профессию юриста как таковую. То есть, останутся только юристы мегакласса, профессионалы, задача которых будет обучать и поддерживать искусственный интеллект. И ты как раз сейчас об этом и заговорил, что мы снова к этому приходим. Скажи, пожалуйста, не является ли профессия юриста уже мертвой? И те, кто сейчас поступит в Нью-Фак выпуститься оттуда просто безработными? Я думаю, что нет. Я думаю, что наша профессия сильно изменится. Как на самом деле она меняется за последние 10 лет. С развитием сейчас, казалось бы, уже, ну, просто настолько близких справочно-правых систем и каких-нибудь систем решений судов, например, БАС решений судов, ну и так далее. Сейчас нам кажется, что это само собой разумеющееся, ну не 10, ну пускай 20 лет назад, в 2001 году, я думаю, что профессия юриста была не в том, чем она сейчас является. Дело в том, что произошла десакрализация юридического знания. В целом появился там Тинькофф журнал, например, который стал понятным языком писать про юридические темы. Появилось много разных ресурсов, появился инста, в котором ты там трех адвокатов подписался в инстаграме и все понял вообще про корпоративное право или про что-нибудь еще. И, конечно же, это иллюзия. На самом деле, ты не все понял, но в целом тебе кажется, кажется, что ты где-то там на вершине знания. Так вот, я думаю, что профессия сильно поменяется. Я не думаю, что в течение там даже 10 лет, назову так, в 2031 году юристы останутся исключительно для обслуживания искусственного интеллекта, потому что задачи, которые решают, ну, это точно, точно будет больше внедрения искусственного интеллекта. И я видел, например, судебный спор на Питерском международном юридическом форуме пару лет назад с Романом Бевзенко, когда чат-бот, ну, какой-то бот, по-моему, Сбербанка, что ли, спорил в суде с Романом Бевзенко, и Роман выиграл, но, ну, Роман превосходный юрист, но, как бы, бот там нормально, в общем, он начитался его же работ, ему же отвечало его же доводами. И в этом смысле, конечно же, там, через 4 года рост знания человечества так не вырастет, как рост знаний и умений этого бота, которого обучают. Это 100% так. Но я думаю, что будет очень много областей, которые связаны с человеческими отношениями, и из которых юристы никуда не уйдут. Ну, например, с моей точки зрения, юристы должны постигать основы и методологию медиации для того, чтобы все больше людей становится у нас, все больше конфликтов возникает. Из-за этого социальные конфликты, медиаторы социальных конфликтов и юридическое оформление урегулирования этого конфликта, я думаю, что это точно область юристов. Любого рода коммуникация, которая, ну, то есть, это же человек будет выбирать. То есть, юридическая услуга сейчас как будто бы обесценивается, становится очень дешевой. Но на самом деле в определенный момент как с образованием произойдет вещь, что очная юридическая услуга станет у дел богатых. И много понадобится юристов для того, чтобы обеспеченных людей, которые выбирают общаться не с ботом, не с интеллектуальной системой, а общаться с человеком, много людей будут запрашивать такую услугу. И тогда личная услуга станет наоборот как бы такой более дорогой, более элитарной. Вопрос лишь в том, будет ли тот юрист, который вот сейчас идет в университет, отвечать тем признакам, которые, ну, которые требуются и которые ожидают вот этот человек, желающий заплатить больше за эту услугу, но пообщаться с живым человеком. Поэтому я думаю, что эти отношения изменятся, я думаю, что профессия сильно изменится, но я не думаю, что она куда-то исчезнет, что-то там ее убьет и все такое. Мы будем другим заниматься. Так же, как и 20 лет назад наши коллеги занимались совсем другим. Они реально склеивали вот эту российскую газету там и прочие как-то источники, в которых искали нормы права и, в общем, их как-то собирали. Да, теперь это по-другому. Но сейчас у нас более сложные задачи. Сейчас нам нужно упаковать юридически парикмахерскую для аватаров, понимаешь? И это вообще суперкруто. Это, конечно же, ну, то есть, у меня это просто отвал башки, я бы это назвал. Потому что, ну, меня это невероятно драйвит. Я очень воодушевлен этой задачкой. Ну, и этими задачками, в принципе. Понимаешь, нейросеть написала стих. Это суперстарый кейс. Нейросеть написала стих или песню. И музыку еще сгенерировала. Генеративное искусство, так называемое. Кто автор? У кого авторские права? Автор кода программного? А если этот программный код генерирует так, он сам себя генерирует. Кто автор кода? Кому отчисления? Блин, это же суперкруто. И биоэтика, там просто, просто как бы непаханное поле. Как только, как только мы помашемся с твоим биороботом и, например, я его ушатаю, то, ну, там дальше много, много вопросов по причинению ряда и 1064 статей ГК. Кто кому, чего будет возмещать? Это интересно. Слушай, Дим, скажи, пожалуйста, должен ли студент юридического факультета участвовать в работе бесплатной юридической консультации? Я вот, например, расскажу про свой опыт. Я когда был студентом юридического факультета, я создал ту самую юридическую консультацию и для меня был это просто абсолютно негативный опыт, который бы я студентом не хотел повторять. Потому что люди, которые ко мне пошли, это были любители исключительно халявы, которые не хотели сами напрягаться, чтобы что-то сделать. Они приходили и говорили, вот есть моя проблема, давай-ка, пожалуйста, реши мою проблему, я для этого делать ничего не буду. А также вторая составляющая людей, которые приходили, это люди, имеющие небольшие отклонения, которые уже судились там 25 лет из-за трубы, которая разорвала на соседней улице, где они когда-то промочили ноги. То есть я, например, своих студентов всегда отговариваю, говорю, ребят, не ходите в бесплатную консультацию, идите вот как Дима, например, по пути, бесплатно проводите эти обычные юридические консультации, а потом уже, соответственно, строите свою профессиональную карьеру. Но я узнаю, что ты создаешь бесплатные юридические консультации. Да, я немного это по-другому называется, да, это юридическая клиника называется, то, что я, по крайней мере, создаю. Я так отвечу. Юридическая клиника, ну, первое, на вкус и цвет все фломастеры разные, поэтому говорить о том, что вот однозначно это суперопыт, погнали, или однозначно это негативный опыт, не пойдем, я бы не впадал в эти крайности. Вместе с тем, я бы обращал внимание на то, как ты абсолютно правильно как бы уточняешь канал привлечения и для кого вообще эта клиника. Потому что, ну, я создаю юридическую клинику и для граждан в том числе, но и для малого и начинающего бизнеса, для предпринимателей, которые не могут себе позволить еще юристов, но которые просто копируют чужую оферту, политику конфиденциальности на сайт там, я не знаю, какую-нибудь политику обработки персональных данных и просто там такой очень жуткий франкенштейн возникает вместо документов этих. И вот таким ребятам можно помочь, потому что у них сейчас нет денег, но потом они как бы вырастут и возьмут вас на работу, например. поэтому вот юридическая клиника, которая в высшей школе экономики, она связана не только с гражданами, но и с малым, ну с микробизнесом, с начинающими предпринимателями или с общественным или с социальным бизнесом. Это может быть не очень маленький бизнес, но, например, в своей прошлой клинике в университете Миннику Таффина к нам пришел большой социальный проект, называется «Соседи», по-моему, это платформа IT, где один человек, например, варит борщ, и он варит на две порции больше, чем ему нужно для семьи, и он одну порцию продает соседям, а одну порцию отдает бесплатно тоже соседям, вот в своем округе. Вот такая моделька. И, ну, собственно, он отбивает за счет продажи вот этой одной порции, отбивает и бесплатную порцию, и себе чуть-чуть. Ну, и вот, мне кажется, превосходная просто штука, я бы, будучи соседом, таким пользовался. Ну, дальше возникает много правовых вопросов, например, больше кажется некачественным, или он там холодный, кто его доставляет, что там с ним происходит, ну, и так далее, да, кто имеет право получения на вот такие бесплатные порции, кто не имеет права получения, в общем, есть много разных правовых, чисто юридических вопросов, которые ребята себе не могут позволить, потому что они там не поднимали инвестиционного раунда, у них нет денег на юристов, но в целом про бона, вот они обращаются в другую клинику, например, там студенты под присмотром, под руководством преподавателя какого-то практикующего юриста помогают составить такую аферту. Вместе с тем, даже про граждан говоря, я думаю, что если руководитель клиники, ну, чуть-чуть, как бы, вот он научился на таких ошибках, как у тебя, все такие, у меня тоже такие, тоже были, как бы, вообще того-таки люди, которые приходили и что-то требовали, и потом звонили, и потом жаловались куда-то, общество там каких-нибудь, защиты, кого-нибудь. И да, ты прав, что бесплатно, вот эти, как бы, желающие получить бесплатно, они плохо себя ведут часто, и из-за этого они дискредитируют по-настоящему нуждающихся людей. Есть очень много достойнейших, но очень нуждающихся людей. и я думаю, что, вот я, например, в, как бы, уставные документы юридической клиники вписал, что руководитель юридической клиники по, ну, как бы, по просьбе или по ходатайству любого участника юридической клиники может отказать в конечном итоге в оказании помощи ввиду там, и дальше перечня. Например, там, человек, не знаю, пьяный приходит, он, ну, реально неадекватный, там, что-то с ним происходит, ну, и так далее. Он предлагает какими-то неправовыми методами решать это. Короче, чтобы был стоп-кран. Вот этот стоп-кран юридически мы вшили, и мне кажется, что он позволяет студентам увереннее работать с такими субъектами. При этом, я думаю, что один-два таких субъектов все равно нужно, как бы, испытать, потому что это такой опыт. Если это управляемый опыт, если ты понимаешь, что это такой не на всю жизнь, а у тебя только два таких будет, то их вполне можно выдержать, и все равно они разные. То есть, есть же и люди, которые платят за услуги, и они тоже чокнутые. Это же, как бы, не новость. Поэтому, говоря о том, что... кто платит, им проще сказать, что спасибо большое, я ваши деньги не возьму, но и вам помогать не буду. А те, кто приходят к тебе бесплатно, они же что тебе предъявляют? Подожди, ты же хотел, чтобы, сказал, что бесплатно готов. Давай мы к тебе пришли, теперь ты обязан. Твоя обязанность, поэтому давай работай. Ну, моя обязанность ровно до тех пор, пока вы не нарушаете правила. То есть, если вы, например, если мы договорились, что вы должны описать фабулу, ну, как-то, происходившие события, вы должны описать, например, до четверга, вы это не сделали, то мы вправе отказать вам дальше введение этого дела, просто потому, что у нас очередь из дел, и мы не можем ждать бесконечно, пока вы развозитесь описанием событий каких-то. Поэтому, ну, по-разному, в общем, по-разному можно к этому относиться. Я думаю, что это все равно, это все равно, это все равно опыт. И я думаю, что, ну, например, если это, говоря, ну, я же являюсь адвокатом, и вот про то, что ты говоришь, вот, я там денег не возьму, но и вам оказывать помощь не буду. Вот адвокат юридически так не может сделать. То есть, если от него подзащитный не отказывается, то адвокат не может бросить эту защиту. Поэтому, вообще говоря, если ты взял человека, например, на стадии следствия, ты ведешь уголовное дело, а дальше вы там в конфликт или еще в чем-то, тебе все равно с ним в одной лодке плыть. Иначе ты можешь вплоть до лишения статуса, потому что ты бросил его дело. Не можешь реально от него уйти, даже если он тебе, ты говоришь, я не буду убрать деньги. Он говорит, да мне без разницы, я не буду от вас отказываться. И все. Поэтому, поэтому тут, как бы, является ли это моделью будущей профессии, ну, в некоторой части. Скажи, пожалуйста, какие есть глобальные проблемы вообще в юридическом образовании, в принципе, нерешаемые, которые бы ты, например, хотел решить в ближайшее время? Я думаю, что это такой тотальный конформизм, вот это желание повторять прошлое, вот этот страх, это все синонимы, как бы, этот страх, такое развитие мысли, страх того, что мы сделаем не так, как делали раньше, это про нарушение традиций, понимаешь? Мы вот сейчас в высшей школе экономики сделали курс, который называется «Правовая грамотность». Мы его сделали специально для неюристов, мы записывали, то есть в высшей школе экономики все первокурсники, кроме юристов, кроме факультета права, они обучаются на этом курсе, это там 6, по-моему, тысяч студентов в год. И он абсолютно бесплатный, и на самом деле не только для студентов вышки, открытое образование заходит, это «Забивайте права и грамотность». Так вот, мы очень много с юристами, мы были с Романом Янковским, авторами этого курса, и мы намеренно убрали вот эти определения нормы права, определения нормативно-правового акта, мы убрали всю эту штуку и вообще всю, всю эту, какое-то государство, Россия и все такое, о президента, как часто меняется о Государственной Думе, о органы власти, и все такое. Мы этого касаемся, но только в разрезе практического применения. То есть мы говорим, у вас возникает проблема, вы хотите прийти к государству, вот как устроены органы у государства, чтобы вы хотя бы поняли, куда идти. И мы его сделали максимально практикоориентированными. И очень много наших коллег до того, как мы не получили самый высокий бал среди всех курсов от участников, от слушателей, это реально несколько тысяч человек, до этого момента многие коллеги сказали, что мы слишком поверхностно все это даем и вообще это непонятный курс и все такое, потому что у них есть зашоренные взгляды на тему мы доктрину права в общем не рассказываем, поэтому, а мы говорим, что математикам, программистам, историкам и еще кому-нибудь, там бизнес-информатикам, не нужна теория доктрина права. Им нужны сценарии поведения в будущих негативных или позитивных ситуациях, при этом подкрепленные какой-то логикой, правилами и вот, ну, некоторым пониманием системы и таким юридическим мышлением, я бы сказал. А человек со стороны может посмотреть? Или только для вышкинских? Абсолютно любой человек заходит на открытое образование, прям сайт openedu.ru, по-моему. Ну, давай мы ссылку оставим и каждый, кто походится, может зайти. И там просто правовая грамотность, да, и там будет курс, он бесплатный, ничего не надо платить, там лекции, тесты, все есть. И еще какие проблемы? Ну, ты одну назвал проблему. Да, зашоренность и конформизм вот этот. Я думаю, что вообще говоря, юридическое образование, оно слишком знаниеваемое, знаниевое, короче, оно про знания, а не про навыки. И я думаю, что это тоже проблема, потому что мы, ну, знание, вот здесь актуализация произошла, а преподаватели это пока не поняли, особенно возрастные. И поэтому им кажется, что знать основания к распоряжению трудового договора важно на зубок в 77-й статье АТК. А может и нет. А может, вот гипотеза неверна. И я думаю, что вот эти принципы преподавания, но это опять же, это все про, мне кажется, что это все вот из корневой проблемы нежелания меняться. Потому что наша профессия, она, понимаешь, мы не маркетологи, блин, вот маркетологи крутые, потому что они, как бы год прошел, они говорят, все, забудьте все, чему вас учили, но не потому, что преподаватель или вуз был плохой, а потому, что, не знаю, интернет-инструмент в виде Яндекс, Директа или чего-нибудь еще, больше не работает. И это круто, это очень такое быстрое изменение. На самом деле, в праве такие же большие изменения происходят. В 2020 году вот эта дикая машина, как бы, вот этот принтер в виде Госдумы и правительства, которое выдавало просто столько нормативно-правых актов, что нас же тоже, это просто новые правила игры. Но мы не стали новыми маркетологами. Мы все туда же по-прежнему. Все вложили в 451 ГК, существенные изменения обстоятельств, 401 форс-мажор, и как бы сказали, что все туда, как бы, все произойдет. Криптовалюта случилась, цифровые финансовые активы. Нет бы сказать, что 128 ГК, как объект гражданских прав, тоже урегулирует и иные права цифровые, но нет. Все это грусть и печаль. Наше нормативное регулирование, оно хоть и бешеным принтером, но оно все равно не поспевает должным образом за изменяющимися отношениями. И поэтому учить этому вообще тем более. То есть, если мы правила этой игры в нашем государстве не можем быстро выстраивать или четко выстраивать, или как-то системно, понятно выстраивать, то что можно говорить о том, чтобы это преподавать? Да, поэтому юридическое образование, оно одновременно очень медленно, а с другой стороны, оно очень разношерстно и не системно. Поэтому я думаю, что кто во что гораст. И еще есть важный фактор, что есть классная картинка, что юристы, юристов невозможно улучшить, они просто превосходные, что-то такое. Я думаю, что вот этот нарциссизм, который несколько все-таки характерен для нашей профессии, он не позволяет нам признать, что мы что-то не знаем и начать все заново, например, или пересобраться. Дим, ты знаешь, сколько ежегодно юристов выпускается? Знаю, знаю много, 150 тысяч. 150 тысяч. А знаешь, сколько врачей ежегодно выпускается? Нет. 50 тысяч. Вот мне интересно, у нас больницы-то в целом большое количество в стране, да, где же находят работу все наши юристы, 150 тысяч, которых в три раза больше, чем врачей. Не кажется ли тебе, что юрфаки готовят безработных? Слушай, ну главное, чтобы они в больнице не работали потом. Потому что, если эти юристы потом пойдут в больницу, вот это будет проблема. Полная жесть. Ну, да, ну конечно, рынок перенасыщен. Ну, то есть, количественно, но не качественно. На самом деле, то есть, мы такие говорим, 150 тысяч, блин, это же там какая-то доля от 150 миллионов. Ничего себе, мы там каждый год, да, приобретаем по 0, сколько-то процентов. Но с другой стороны, есть работодатели, которые близки к нам. И они приходят и говорят, Дим, дай нормальных, Дим, дай нормального, хотя бы у него два противоположно стоящих пальца, чтобы он мог эту листовку держать. Дай, дай, короче, этих нормальных. Я говорю, так вот нормальные. Они говорят, это не нормальные. Ну и дальше, да, вот эти отцы и дети. В общем, количественно, действительно, это страшная цифра, и она, наверное, не отражает рыночный запрос. Но качественно все в порядке. То есть, если вы сейчас смотрите это видео и думаете, идти на юриста или нет, то, ну, подумайте несколько раз. И если все-таки вы решите, то, короче, идите спокойно. Если вы будете качественным юристом, вы будете на расхват. Это правда так. Очень немного востребованных юристов. И востребованная это там совокупность всяких факторов, но тем не менее. Мы вот сейчас ищем IP, IT юриста и корпоративного юриста. You're welcome. Давай, Дим, тогда на этой ноте мы закончим. Спасибо тебе большое за беседу. Смотрите, друзья, если хотите еще раз с Димой встретиться, чтобы он ответил на наши вопросы, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а потом мы все эти комментарии задимим Димой в прямом эфире. Легко. Спасибо большое. Пока. Да, пока.